Леон Эдвардс не собирается проводить бой против Махачева. Сам же Махачев высказался о возможном бою против Леона Эдвардса. Дастин Парье сделал заявление после поражения. В свою же очередь Арман Царутян считает, что Махачев не заслужил бой за второй пояс. Ну а Роберт Уитекер высказался о предстоящем поединке против Хамзата Чимаева. Братья, вы же поддержите нас лайками и комментариями. Заранее спасибо каждому из вас за поддержку. Топовый боец UFC Роберт Уитекер рассказал о своей подготовке. К предстоящему поединку против Хамзата Чимаева. Сейчас я чувствую себя прекрасно. И мои тренировки проходят очень хорошо. Я бы даже сказал, что сейчас я нахожусь в своей топовой форме. И я же вижу, как моя выносливость стала лучше. Это лучший лагерь в моей карьере. И конечно же на тренировках было очень много борьбы. И это ни для кого не секрет. Потому что я ожидаю, что Хамзат Чимаев будет много бороться. Поэтому сейчас я готов проводить бой как в стойке, так и в борьбе. И я готов пройти любые испытания в этом поединке, сказал Роберт Уитекер. Ну а Уитекер и Чимаев проведут свой бой уже 22 июня. А как думаете вы, кто победит в этом поединке? Напишите свое мнение и прогнозы в комментариях, а мы идем дальше. Глава UFC Дейна снова раскритиковал рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. И он же назвал тупицами, кто считает, что Махачев является лучшим бойцом. После того, как некоторые журналисты после победы Махачева поставили его на первую строчку. Я, конечно, люблю Махачева, но кто вообще способен поставить Джонса на второе место? Это показывает, насколько сейчас журналисты тупые. Я знаю, что за распределение места-то они голосуют. Так что это просто доказывает то, что у них вообще нет представления об этом виде спорта, сказал Дейна. Друзья, кто для вас лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории? Джон Джонс или Ислам Махачев? Как по мне, сейчас этим бойцом является Махачев. Конечно же, я признаю заслуги Джонса, но давайте посмотрим на последние 4 года. За 4 года Махачев провел 8 боев. В свою же очередь, Джон Джонс с 2020 года включительно провел 2 поединка. Поэтому, как по мне, в данный момент лучшим бойцом является Махачев. Ну а что же вы думаете обо всем этом? Напишите в комментариях, а мы идем дальше. Дастин Парье после поражения Махачеву решил сделать заявление, и он сказал следующее. Как и в случае с Хабибом, Махачев иногда очень странно двигается, и было сложно поймать его в поединке. Я хотел наносить больше ударов, но он находил необычные пути отхода. Когда он опускал свою голову, мне тренеры кричали, чтобы я ударил его коленом. Но мне же казалось, что после колена, я просто-напросто могу пропустить тейкдаун. Я не смог поймать его тайминг, из-за этого у меня не проходили многие серии ударов. Но в этом поединке Махачев много дел того, что я запомнил по бою с Хабибом. Работа с балансом, подсечки и разные варианты перевода в партер. Я могу сказать с уверенностью, что эти парни очень хорошо знают свое дело. Мы весь лагерь готовили защиту от перевода, и в какой-то мере мне это помогало. У меня многое получилось в этом поединке, но, к сожалению, не все. Я многое узнал из боя с Хабибом, но Махачев все равно добился успеха, сказал Дастин Парье. Ну а первый номер легковесов UFC Арман Царутян в очередной раз решил высказаться в адрес Махачева. И он же считает, что Махачев не заслужил боя за второй пояс. Его бой в полусреднем весе является для него более выгодным вариантом. И, конечно же, более хайповым. Если UFC предложит ему бой за титул в категории до 77 килограмм, я бы, конечно же, на его месте не отказался. Потому что это поединок за второй пояс, и это возможность войти в историю. Однако мне кажется, что он пока что этого не заслужил. Потому что прежде чем подниматься в полусредний дивизион, ему нужно хотя бы еще несколько легковесов победить, сказал Арман Царутян. Лучший боец в мире родом из Дагестана Слагских гор. Ну а после заявления Махачева о его желании завоевать второй чемпионский пояс, сам же чемпион UFC Леон Эдвардс заявил, что он пока что не планирует проводить бой против Махачева. Сейчас нам с Махачевым есть над чем работать в нашем дивизионе. Он только что провел свою первую защиту против настоящего легковеса. Поэтому я думаю, что ему нужно пройти еще несколько легковесов, прежде чем он задумается о переходе в более высокий дивизион, сказал Леон Эдвардс. Ну а сам же чемпион Махачев высказался о возможном бою против Леона Эдвардса следующим образом. Я бы сказал, что чемпион среднего веса тоже очень универсальный боец. С науками хорошим, у нас получил хороший конкурент в любой. Я знаю, что у меня есть большие шансы.